Чувашские самбисты снова в числе лучших. Два мировых золота на Кубке по самбо среди студентов для российской сборной завоевали Николай Лапшин и Александр Бондарев. Ребята участвовали в тестовом мероприятии, которое прошло в столице 27-й Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. Сегодня чемпионов честовали в Минспорта Чувашия. В розыгрыше Кубка мира среди студентов принимали участие 202 спортсмена из 40 стран. Всего было разыграно 18 комплектов медалей. То, что наши ребята сумели завоевать два золота, стало неожиданностью и для противников, и для тренеров. В моем весе было 15 человек. Первую встречу провела с представителем Казахстана, выиграл болевым приемом. Вторая встреча была у меня с представителем Грузии. За выход финала я боролся с Армянином, а в финале с представителем второй сборной России. Александр Бондарев все четыре встречи окончил досрочно с помощью болевых приемов. Кстати, в финале Александр сразился с чемпионом Европы 2012 года Асланом Мудрановым. Эта схватка продолжалась всего 38 секунд. Конечно, объективно считали все-таки, что Мудрановый лидер. К тому же он выступал за команду Тататтана сейчас. И как бы все оказалось бы на его стороне. Если честно, с Сергеем Васильевичем обвинялись мнениями так предварительно. Ну, так скажем, не в обиду Сашу. Но, если честно, не думали, что все-таки удастся победить. В свою очередь Николай Лапшин стал победителем весовой категории до 57 килограмм. В решающем поединке он одержал победу над соперником из Казахстана Серимом Мирмановым. Тренеры уверены, что эта внушительная победа поможет и дальше развивать самбо в республике. Тем более, что популярность среди молодежи растет с каждым годом. Сейчас в секциях самбо занимаются и девушки. И тоже показывают весьма неплохие результаты. Галина Титарчук, Константин Козлов, Республика.